Продолжение следует... Но после майских праздников до 15 мая уже взяли сетку тарифную, где уже будут учитываться инвалиды, и дети, и студенты. Ну, разные виды тарифов. Я думаю, что минимальная тарификация будет от 2600 рублей. Самолет Сирджи-100, разработанный канадской авиастроительной компанией, достаточно комфортный и компактный. Вмещает 50 пассажиров, что вполне достаточно для Брянска. Когда выбирали воздушное судно, как раз делали ставку на то, что для Брянска это то, что надо. С таким количеством пассажиров можно расширить географию полетов из Брянска. В перспективе география полетов действительно должна значительно расшириться. Сейчас уже есть возможность долететь за 2 часа 50 минут до Анталии. Это направление достаточно популярно, действует уже несколько лет. Первый рейс нового сезона – ни одного свободного места. В прошлом году на майские праздники тоже ездили. Очень понравилось. В этом году возобновили. Им все нравится. Маленький, удобный, по-домашнему. Все объявляют. Не знаем, когда летим. Первый раз вылетаем из Брянска. Еще не знаем. Вот у нас сестра летает часто, а я первый раз с сыном. Востребованность этого направления позволяет увеличить частоту полетов до 3-4 раз в неделю, что и будет сделано в ближайшее время. Более того, скоро у брянцев появится возможность летать в Грецию и Болгарию. В перспективе – Крым и Анапа. Зимой расписание аэропорта планируется пополнить с такими направлениями, как Австрия, Зальцбург и Инсбург, и Финляндия – Рованиеме. Екатерина Зойдина, Александр Егоров. События. Брянский район.